Приветствую всех и вся YouTube! Это обзор 359 главы манги Берсерк. Не прошло и четырех месяцев, а господин Миура одарил нас новой частью своего эпоса длиною в 30 лет. Перед началом стандартный набор действий, лайк, комментарий и подписка на канал, если вы зашли сюда первый раз. Ну а я начинаю. Данная глава под заголовком «Стена» целиком и полностью акцентирует внимание на Каске и её первых впечатлениях после долгого анабиоза, в котором она находилась на протяжении нескольких лет. Как всем известно, Ширке и Форне завернули Каске её разум, а правительница эльфхейма Данан тут же обстригла её и подсуетил ей новый костюмчик. А то в тряпках и платье из цветов ходить некогда самой боевой бабе не камильфо. Да и меч у Каске теперь есть. Чтобы проверить, есть ли порох в пороховницах, Данан устраивает Каске тренировку, на которой в качестве груш для битья выставляет викингов, забредших на остров случайным образом давным-давно, а теперь являющимися всего лишь соломой в доспехах, големами. Естественно, Каска рубит их в капусту, надо же как-то самооценку себе поднять. Можно сказать, что для всей группы она предстает в новом свете, ведь до этого она была как двухлетняя ребёнок, а теперь такой поворот событий. Конечно же, она знакомится со всеми заново, привет-привет-привет. Хотя она и так плуталась с ними больше двух лет. Шкет и Сидра так и вовсе отныне хочет тренироваться у неё, а не угадца. Вот предатель. Фарнеза стала настолько сентиментальной, что иногда это немного напрягает. Почти в каждой главе, где она представлена, либо она ноет, либо она снова ноет, но ещё больше. Вот и тут без этого не обошлось, однако тут слёзы и радости были, а не скорби или боли. Пак тоже отличился своим чёрным юмором про 20 лет сна. Это такой валун в сторону фанатов. На-те, держите и вспомните, когда всё произошло. А ведь изнасилование Каски было представлено не абы когда, а 23 августа 96 года, в 86-й главе. Мюра настоящий тролль. Ну и бог с ним, а что там со встречей Гатце и Каски, которую все ждали и обсуждали. Как бы это сказать, чтобы не разочаровать тут всех. Тут такое дело. Оказывается, она была ещё больше года назад, в 355-й главе. Помните, когда Каска только вернулась на своей рельце, увидела Гатца и закричала. Ведь при одном только виде его, у неё начинается жёсткий ПТСР. Эта глава не исключение. Гатц тут прячется за деревом. Чтобы не глюканул и чего. У Каски. Но и это не спасает, хотя сначала она хвалит весь капустник, который по пути в Эльфхейм насобирал чёрный мечник. Сравнение Шкета с Джуда вызывает приступ и жуткие конвульсии. Гатц, естественно, не стоит на месте, как дуб, и выходит из-за дерева. А это ещё пуще нагружает оперативную память Каски. Гатц понимает, что настоящие беседы по душам у них в ближайшее время не предвидятся, поэтому он раздосадованно уходит в закат. Жёсткий, конечно, момент. А за всем этим действом, как маньяк из-за угла наблюдает рыцарь Череп. Ну а что? Он предупреждал одноглазого, что возвращение разума не обязательно то, чего он ждёт. Имею в виду обнимашки и долгая счастливая жизнь. Катцу, видимо, это априори не положено. Испытывать какие-то чувства счастья, радость. Ну вы поняли. Всё намного сложнее и добавляет интриги в дальнейший сюжет. Кстати, в следующем месяце главы, кажется, снова не будет, так как выходит новая манга Кентаро Миуры, которую он отрекламил в этой главе на первых страницах. Называется она «Дуранки». Что это будет, пока непонятно. Обложка намекает на что-то фэнтезийное, но теперь хотя бы отчасти понятно, почему за год вышло всего три главы Берсерка. Ну а как вы думаете, что будет дальше в Берсерке? Отвечаем в комментариях. Ну а у меня на сегодня всё. Понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео по Берсерку. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok